Ну вот так вот. В Белоярске расправляются со щенятами. На старые колготки в 5 утра женщина привела щенульку и привязала к детскому саду. Испуганный взгляд и недоверие к людям. И в этом случае, к счастью, еще все живы. А это шокирующий кадр из села Лебяжье. Собаку нашли в мусорке с тремя пулями в голове. Эксперты оценили четвероногого в 83 рубля. Поселок Южный. Мужчина забил глубоко беременную кошку на глазах у детей. Люди видели, как в животе еще шевелились котята. И этой истории всего лишь за пару недель. За 6 месяцев этого года сотрудники подразделения «Дознание края» возбудили 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Поводом для возбуждения уголовных дел по данным основаниям становятся заявление собственника животного, заявление или обращение граждан, а также размещение материалов о жестоком обращении с животными в средствах массовой информации или сети интернет. Ольга Камнева – волонтер и зоозащитник из Новоалтайска. Рассказывает, сама пыталась привлечь к ответственности мужчину, который посреди белого дня топором разрубил собаке голову. Уголовное дело не возбудили. Аргументирую это тем, что якобы человек не из хулиганских побуждений это сделал. То есть у нас в 245-е прям самый первый абзац есть, в котором как раз прописано – хулиганские побуждения либо корыстные. Я считаю, что независимо от того, из каких побуждений человек нанес увечья животному, здесь должно быть безусловно наказание. Наказание, я считаю, должно быть не связано с какими-то финансовыми средствами, а связано с лишением свободы. Но, как мы знаем, чаще всего живодеры остаются безнаказанными. Село Зеленое Дубраво, Рубцовский район. В прошлом году село стало знаменитым на всю страну. В сеть попали шокирующие кадры, на которых местная жительница разделывает еще живых собак. Об этом мы рассказывали ранее. А вы получаете удовольствие, когда убиваете? Ну, не знаю. Варили, жарили. Шашлык. Шашлык делали из собаки? Да, собак шашлык очень вкусный. Я чужих никогда не беру. Кто дает собачку, кто отдает. А так, что тебя ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они. Все, и больная. А вот вы говорите, тетя Надя отдавала вам собака. Это ваша родственница? Да. Милиционер Бубцы. Потрясающе. На днях Екатерине дали условные наказания. Ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Испытательный срок – 10 месяцев. И это еще при условии, что история вызвала огромный резонанс. О ней говорили и в Госдуме, и на федеральных каналах. Она нам сказала, и приезжали участковые, она ему сказала, мне все равно, у кого резать, тут и их дети ходят. Как нам тогда пояснила сама женщина, она прошла лечение в больнице, ходит к психиатру и принимает лекарства. И даже несмотря на то, что Екатерина издевалась над животными, якобы угрожала чужим детям, человека можно изолировать только по решению суда. Но обычно в суде принимают решение, что человек может лечиться на добровольных основах. И здесь желательно, чтобы в этом ему помогали родственники. Это касается и участкового педиатра, и участкового милиционера. Правда? Он ведь тоже там есть, который должен психиатру доносить, доводить, что там есть право нарушения. Ребята, давайте решать вопрос с ее свободой или пролечиванием. С психическими расстройствами разобрались. Но вообще, откуда у здоровых людей, если можно так сказать, берется желание издеваться над животными? Неужели от жизни собачьей? Психотерапевты говорят, что во многом это ошибки воспитания. Я не думаю, что показывают наказание или агрессию к животным именно родителям. Просто, скорее всего, выплеск к слабому, невозможному защититься, не умеющему защититься, как раз дается родителям. То есть вот это доминирование, доминанта сильного, унижение при наказании. Отсюда перенос, по большому счету, на животного. Пока вопросов очень много, но ясно одно. Законодательную базу нужно срочно совершенствовать. В этом уверены зоозащитники. И решать проблемы с живодерами пора на федеральном уровне. Потому что если человек может забрать жизнь у кого-то беззащитного, ну то есть, мне кажется, он может пойти дальше. Ирина Корчагина, Данил Захаров. День с толком.